Вечер воскресенье. Время подводить итоги о самых главных. Расскажем вам я, Наталья Хаменко и мои коллеги. Вот чем запомнились уходящие 7 дней. Ставка на индустриализацию. Ход реализации главной госпрограммы отнил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, посетивший на этой неделе Алматинскую область. Вновь карантин. В Алматинской области ужесточают ограничительные меры. Главный санитарный врач озвучил новое постановление. Оценили на деле. Специальные пресс-туры организовали для журналистов и показали, как на деле реализуются самые важные госпрограммы. Ловить рыбка в стране разрабатывают программу развития рыбной отрасли. Алматинская область в числе приоритетных уникальный рыбопромышленный комплекс действует в Капшигае. Отдых в пользу и для здоровья. Около 5,5 тысяч человек в Алматинской области ежегодно могут бесплатно отдохнуть в санаториях. Кто именно имеет право поправить свое здоровье за счет государства, смотрите сегодня в программе АПТА. Самодостаточность национальной экономики. Вот то, на чем сегодня усиленно работает правительство. Президент в своем недавнем послании поручил в кратчайшие сроки предоставить поэтапный и эффективный план формирования новой структуры экономики. И вот как раз обеспечить ее самодостаточность поможет, по мнению экспертов, программа карта индустриализации. В ее рамках до конца года в Казахстане будут введены 206 проектов стоимостью 1 триллион тенге. Планы, конечно, многообещающие, но вот и первые результаты уже есть. Без малого 30 проектов уже запущены. Сотни человек трудоустроены на постоянные рабочие места. Выявили и лидеров по реализации важнейшей госпрограммы. По объему привлеченных инвестиций в числе сильнейших Алматинская область. Так в нашем регионе только в этом году реализуются сразу 12 крупных инвестпроектов. Ну а в целом за последние 5-6 лет в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития уже свыше 60 масштабных проектов нашли свое место на индустриальной карте Алматинской области. Как сегодня идет их работа и на что нацелены крупные инвестпроекты региона, лично оценил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, посетивший на этой неделе Алматинскую область. Благодаря действенным механизмам государственной программы индустриально-инновационного развития в 2018 году был запущен завод «Маревымфутчяншань». Компания производит 65 видов продукции, в том числе бренды «Ролтон» и «Бигбонг». В год предприятие выпускает более 85 тысяч тонн готовой продукции. Последний год мы увеличили производство нашей готовой продукции практически в два раза. Экспорт нарастили с 30% до 60%. И я думаю, что в следующем году мы будем укреплять наши завоеванные позиции. «Маревымфутчяншань», расположенный в Кавшигайском регионе, обеспечивает более 500 человек постоянной работой. Завод оснащен инновационным оборудованием, где используются передовые технологии мировых лидеров – пищевой индустрии. Это позволяет конкурировать на самом высоком уровне. «Ну, мы уже Украину обогнали по оборотам. И скоро Москву будем догонять, я надеюсь». Полное сопровождение от начала идеи и до ведения бизнеса получила также солнечная электростанция «Нургиса». Областное руководство помогло инвесторам в проведении инфраструктуры и линии электропередачи до общей сети. В знак благодарности за оказыванную поддержку компания «Энверскен Куат» выделила 250 миллионов тенге на приобретение 30 квартир и другие социальные нужды в городе Кавшигай. Солнечный сад занимает 270 гектаров и состоит из 300 тысяч энергопанелей. «Годовое производство где-то 144, да?» «Да, 144 у нас в планах». «Да, миллиона киловатт-часов». «На сегодня, на 15 октября, уже 140 миллионов выработали. То есть идем, как Амады Габаш, да, сверх плана». Возобновляемый источник энергии сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу на 150 тысяч тонн в год. «Здесь у нас поле большое и полностью с одного компьютера можно отправлять. Производим обходы, осмотры, полный контроль. То есть получаем солнечный свет, преобразовываем электрический ток постоянный. Далее через наши инверторы, инверторные подстанции, преобразовываем в переменный ток, повышаем через наш главный трансформатор и передаем все теки ГОК». По госпрограмме индустриально-инновационного развития на 2020-25 годы в текущем году планируется реализация 12 высокотехнологичных и инновационных проектов. Сумма инвестиций – 104 миллиарда тенге, созданием 2400 рабочих мест. Из запланированных уже запущены три завода, среди которых и агрокомплекс по переработке масленичных культур «Житсу-Можико». По проектам карты индустриализации на постоянной основе оказываются меры государственной поддержки в виде подведения необходимой инфраструктуры, визовой поддержки, выдачи квот на иностранную работе и силу, предоставление земельных участков, льготного кредитования и освобождение от таможенных пошлин. «В области идет очень большой рост, рост в экономике, рост в индустриализации, рост еще увеличивается количество продукции, которая выпускается». Как известно, президентам была поставлена задача до 2025 года увеличить долю малого и среднего бизнеса ВВП Казахстана до 35%. Данный показатель в Алматинской области уже достиг 32%, хотя еще 6 лет назад доля составляла чуть больше 10, то есть порядка 1 триллиона тенге. Создание благоприятного инвестиционного климата и полное сопровождение бизнеса дало свои плоды. Ну и далее у предпринимателей края большие планы. Освоить весь казахстанский свинец намерен Талдыкурганский аккумуляторный завод. Тем самым предприятие собирается производить более 10 миллионов аккумуляторов. Такими перспективами развития своего завода его руководство поделилось с гостем из столицы. Бейбут Атамкулов высоко оценил индустриальное развитие края, а также был приятно удивлен изменениями, происходящими в областном центре. Министр индустрии и инфраструктурного развития страны посетил стройплощадки Талдыкургана, сделав акцент на возведении доступного жилья в свете недавнего послания президента. Министр убедился лично, что несмотря на пандемию, все объемы жилищного строительства в области выполняются и, более того, идут на опережение. Какие изменения грядут в сфере строительства жилья, расскажет Ануар Амангельдинов. Обеспечить население доступным жильем – одна из главных задач руководства области. Целью решения вопроса в регионе проводится масштабная строительная кампания. Как рассказали министру индустрии и инфраструктурного развития, только в этом году в области планируют ввести в эксплуатацию порядка 940 тысяч квадратных метров жилья. Особый упор делается на реализацию госпрограмм. Программа 5.10.20, о которой мы говорили, в этом году по этой программе у нас будет реализовано 476 квартир. Это по Шанраху. Здесь 370 за счет средств бюджета строится. Участники тоже у нас, частные застройщики, изъявили желание участвовать. 106 квартир передают под эту программу. Всего благодаря реализации госпрограмм планируют обеспечить жильем более 2800 семей. Свыше 700 из них – многодетные. Министр индустрии и инфраструктурного развития дал высокую оценку проводимым работам. По словам Бейбута Атамкулова, в скором времени в жилищной сфере республики произойдут положительные изменения. В частности, обновится работа по поставке и распределению жилья среди очередников. В соответствии с поручением главы государства будем же переходить на единого оператора. Это вот Басыбанк будет единым оператором, там же будет единая очередь республиканская для всех категорий очередников. Вот эта единая система электронной очереди, она же позволит, чтобы невозможно было изменить вообще систему очереди. То есть там будет уже справедливо, это уже электронная система будет отслеживать. И каждый будет входить через определенное приложение, видеть себя, продвижение, кто получил и так далее. То есть всё должно быть открыто. Бейбут Атамкулов призвал всех застройщиков поддерживать отечественных производителей стройматериалов. Использование продукции местного содержания даёт большой импульс развитию промышленного сектора страны. Эта тема также была затронута в ходе визита на аккумуляторный завод «Хайнар». Аккумуляторный завод «Хайнар» – один из важных стратегических объектов не только Алматинской области, но и всего Казахстана. В прошлом году в казну поступило более 2 миллиардов тенге налогов. Градообразующее предприятие обеспечивает рабочими местами 1200 человек. В этом году завод планирует произвести более 2,5 миллионов аккумуляторов. Как рассказали министру индустрии и инфраструктурного развития, товар зарекомендовал себя не только на отечественном рынке, но и за его пределами. Аккумуляторы «Мейден» и «Казахстан» экспортируются в 15 стран мира. С целью конкурировать с международными игроками предприятие постоянно пополняет производственную линейку. Новые линейки мы открываем. Сейчас начали выпускать тепловозные аккумуляторы. Даже военные аккумуляторы у нас сегодня покупает Украина. Сейчас мы ведём переговоры с Российской Федерацией о получении лицензии на поставку наших аккумуляторов в Министерство обороны Российской Федерации. Планы развития завода огромные. Предприятие намерено перерабатывать весь казахстанский свинец. Завод планирует в год производить более 10 миллионов аккумуляторов. Воплотить эту цель в жизнь хотят до 2030 года. Министр индустрии и инфраструктурного развития высоко оценил перспективы развития объекта. Бейбут Атамкулов отметил, что реализация задуманного даст положительный импульс социально-экономическому положению страны. Если мы производим сегодня 140 тысяч тонн свинца продаём на экспорт, мы зарабатываем 270 миллионов долларов, страна зарабатывает. Если же мы на этот объём произведём более 10 миллионов аккумуляторов, страна зарабатывает 680 миллионов. То есть разница более 400 миллионов те, которые дополнительно в казну страны попадут. То есть мы сегодня это плюс 3000 рабочих мест у нас получается, плюс увеличивается поступление в бюджет виде налогов. Министерство индустрии и инфраструктурного развития готово оказывать всевозможную поддержку для реализации поставленной цели. Бейбут Атамкулов поручил уполномоченным лицам вести постоянную работу с представителями завода. В свою очередь руководство предприятия считает, что совместными усилиями темпы осуществления намеченной цели значительно ускорятся. А ну а далее к, пожалуй, самой тревожной теме. Коронавирус продолжает будоражить весь мир, вновь заставляя следить за данными о распространении пандемии. Вторая волна уже накрыла полмира, а в соседней России показатели уже превысили апрельский пик. Второй волны коронавируса опасаются и у нас, и, похоже, ее не избежать. Цифры, к сожалению, уже поползли вверх ежедневно, фиксируя свыше 100 случаев заболевших в стране. Хотя еще неделю назад их было в половину меньше. Казахстан вновь возвращается к ограничительным мирам и продлению карантина. Иного выхода просто нет, заверяют специалисты. По данным Министерства здравоохранения, в случае пессимистичного развития сценария пандемии, в ближайшие два месяца могут заразиться около 190 тысяч казахстанцев. Впрочем, есть и оптимистичный сценарий. Но сработает он лишь в том случае, если мы все будем носить маски, избегать массовых скоплений людей и соблюдать социальную дистанцию. Еще один шанс на спасение – вакцинация, заверяют медики. Около 15% населения Казахстана получат обязательную прививку от коронавируса. Вакцина уже разрабатывается. ВОЗ официально допустила казахстанскую вакцину от коронавируса клиническим исследованием с целью оценки безопасности и эффективности. Вторая фаза испытаний завершится уже 17 ноября текущего года. В первую очередь вакцинация будет проведена группе риска. В числе которых врачи и педагоги заявили на этой неделе в Министерстве здравоохранения. С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 109 тысяч случаев заболевания. Сегодня ведется работа по подготовке ко второй волне. Как отмечал глава государства, проведение тестов на ковид – относительно дорогая процедура. Поэтому, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, отныне цена на ПЦР-тесты будет снижена на 22% и составит 8 990 тенге. В настоящее время рассматриваются возможные варианты закупа вакцины от коронавируса за границей или использование отечественной. Для обеспечения потребностей страны в вакцине против COVID-19 мы уже определили группы риска, подлежащие вакцинации – это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники и педагоги. Предварительное количество подлежащих вакцинаций по республике составит 2,8 миллиона человек или 15% от населения. При этом потребуется 5,6 миллионов доз вакцин. На сегодня в стране не зарегистрировано случаев повторного заражения людей, уже переболевших коронавирусом. Однако такая ситуация не исключена, поэтому правила для всех граждан Казахстана, а также для иностранцев одинаковы. К тому же в целях безопасности сокращены перелеты за рубеж. В Украину, в Германию, в Белоруссию, а также в Российскую Федерацию. В Арабские Эмираты будут сокращаться на вылет рейсы. То, что касается иностранных граждан, сейчас однозначная позиция по всем иностранным гражданам. Все прибывающие из-за рубежа должны иметь на руках свидетельство о ПЦР-тестировании. У нас уже есть случаи депортации иностранных граждан, которые прилетали из-за рубежа. И я думаю, в этом смысле у нас эффективность довольно-таки оправдывает свои назначения. Во многом уровень заболеваемости зависит от соблюдения карантинного режима. К сожалению, проверка города Нур-Султан показала, что 62% действующих объектов не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. По решению главного санитарного врача столицы, карантинные меры усилены с 14 октября. Таким образом, сейчас город находится в красной зоне и будет до той поры, пока ситуация не изменится. Надежда Белова, Азиза Газис-Кызы, Ринат Утеев, телеканал ЖТСУ. А уже завтра в Алматинской области вновь ужесточаются карантинные меры. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Алматинской области. Согласно нового постановления, приостанавливается деятельность объектов общественного питания вместимостью свыше 50 мест, дошкольных организаций всех форм собственности и развлекательных объектов. Работа общественного транспорта продолжится по установленному графику в утренние и вечерние часы. Под запретом остаются все массовые мероприятия. В выходные дни и вовсе продлится локдаун. Будут закрыты крупные объекты торговли, непродовольственные и продовольственные крытые рынки. Главным остается обязательное ношение масок и социальное дистанцирование. Лишь так, уверяют специалисты, возможно будет избежать массового распространения коронавируса и преодолеть новую волну пандемии по оптимистичному сценарию. Впрочем, контроль за соблюдением санитарных норм намерены значительно усилить. Особое внимание на мониторинговые группы. Это стало одним из главных поручений руководства области на заседание оперативного штаба, работа которого отныне ведется ежедневно. Регион, хоть и на 16-й позиции в республике по заболеваемости, вирус не дремлет, уточняют участники областного штаба. В Алматинской области карантин будет ужесточен. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Алматинской области Иргалис Адаманов. Он вступит в силу 19 октября с 7 утра. Этот вопрос в начале недели обсудили участники областного штаба под председательством первого заместителя Ахима области Лазата Турлашева. «Распространение коронавируса еще не прекратилось. Необходимо уделить большое внимание вакцинации, потенциально контактным проводить лабораторное ПЦР-тестирование, усилить работу мониторинговых групп. И не только в торговых точках и заведениях общепита, но и в городском транспорте. Учитывая, что в Алматинской области проходит государственная граница, ужесточить контроль и санитарные требования в приграничных районах». Алматинская область ко второй волне полностью готова, но, как известно, болезнь легче предотвратить, потому профилактике особое внимание. Необходимо в первую очередь уделить безопасности самих врачей, так как на этой неделе зафиксирован один случай заболевания медработника. «Идет выявляемость среди медперсонала. Прошу всех главврачей обратить на это внимание, чтобы эпидрежим в медорганизациях сохранялся на должном уровне. За это отвечают главные врачи. Общественный транспорт будем ограничивать. Ну и хотел бы сказать, что если такой темп прироста будет, у нас тогда придется ограничения вводить по всей области. Но за этим мы будем следить, своевременно будем принимать меры». Работа мониторинговых групп неудовлетворительна. На это указал и министр здравоохранения Алексей Цой. Несмотря на каждодневные рейды, нарушения практически не выявляются. «Не допускай скучности. Следите с соблюдением дистанции и масочного режима и никаких массовых и семейных мероприятий», – поручил Батржан Байжуманов. «Санитарные помощники и мобильные группы должны работать, чтобы именно там люди ходили в масках и дистанцию соблюдали. Требуйте от хозяев этих рынков, чтобы они это все обеспечили. Мониторинговые группы должны отрабатывать. И если есть нарушения, пусть административные протоколы составляют и привлекают к ответственности организаторов, мероприятий, торжеств. И за ношение масок тоже привлекайте». Напомним, на подготовку ко второй волне пандемии Алматинская область выделила 7,5 миллиардов тенге. На эти деньги были закуплены 10 кислородных станций, 150 аппаратов ИВЛ, 100 кислородных концентраторов, 3 компьютерных томографов и другая необходимая техника. 500 миллионов тенге из них предназначены на закуп лекарственных средств. Все они распределены по больницам региона. Всего по области с весны текущего года выявлено чуть свыше 5000 инфицированных. Около 4830 из них выздоровели. Сейчас в провизорных отделениях находится 95 человек. Томир Анитов, Назгуль Бошан, Надежда Белова, Абзал Носипов, Телеканал ЖИЦУ. Коронавирус заставил всех жить по-новому. В условиях карантина, ограничений и тревоги за свое и своих близких здоровье. Коронавирус – опасный враг. Он бьет по ослабленным местам. А потому сегодня важно как никогда следить за самочувствием и особо тщательно прислушиваться к своему организму. На этом сегодня настаивают медики вместе с лечением опасных болезней, давая дельные советы. Именно такой насыщенной на новые ценные рекомендации оказалась встреча специалистов Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии с местными врачами. День открытых дверей прошел на базе областной многопрофильной больницы. С опытными медиками из Алматы встретился заместитель Акима области Батаржан Байжуманов, который выслушал их предложения и пожелания. Таковых в первоочередном списке важнейших рекомендаций было немало, а самых важных расскажет Надежда Белова. С самого утра в онкологической клинике Талды Кургана идет бесплатный прием женщин. Буквально за полтора часа специалисты приняли и осмотрели порядка 50 человек. Сегодня в областной многопрофильной клинике работает 36 квалифицированных врачей. Лучшие из них и вели прием в день открытых дверей. Всего в этот день бесплатные услуги оказывали 7 специалистов, в числе которых двое специально приглашенные – сотрудники Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Ведет прием ведущие специалисты республики, института онкологии, профессора, доктора, наши коллеги. Здесь не обязательно подозрения, жалобы есть. Здесь мы смотрим всех подряд, все бесплатно. Что касается молочной железы, УЗИ, маммографии, консультации специалистов, маммологов, все проводится бесплатно в рамках декадника, месячника. Сегодня по всей стране отмечается рост онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы. И это весьма серьезная проблема. Только в Алматинской области из более 15 тысяч онкобольных около 20% приходится именно на этот недуг. К сожалению, зачастую обнаруживается он уже на поздней стадии. Как отмечают специалисты, вылечить рак на начальной стадии гораздо проще. Но выявить его можно, только пройдя обследование. На именно вот таких днях, открытых дверях и на скринингах выявляются ранние раки молочной железы. Всегда говорим, что профилактика – это главный залог здоровья. И, наверное, когда есть уже онкопроцесс, женщины, конечно, боятся этого. Но чем раньше начинается лечение, то тем лучше успех. В рамках месячника по борьбе с онкологическими заболеваниями специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии посещают все регионы страны. Работе, проводимой в Алматинской области, они дали положительную оценку, уделив особое внимание качественному составу специалистов. Однако, наряду с этим были отмечены и недостатки. Кадровый потенциал, в принципе, здесь сформирован на высоком уровне. Конечно, необходимо улучшить материальную базу. Данное здание уже 1940 года постройки. Поэтому мы хотим, конечно, поставить вопрос перед Акиматом о постройке новой хотя бы пристройки для онкодиспансера. И, конечно, здесь необходима новая лучевая терапия, о постройке каньона для проведения лучевой терапии. На месте старого приемного отделения было предложено построить новое четырехэтажное здание. Заместитель Акима Алматинской области Батаржан Байжуманов, посетивший в этот день областную многопрофильную клинику, к рекомендациям специалистов прислушался и пообещал, что этот вопрос непременно будет решен. Если Управление здравоохранения несет конкретные предложения о расширении строительства нового здания, это все будет поддержано областью. После посещения областной многопрофильной клиники заместитель Акима области провел прием граждан. В нем приняли участие 33 человека, в числе которых люди с особыми потребностями, многодетные матери и члены малообеспеченных семей. Большинство вопросов касалось социальной сферы. Это проблемы свободного передвижения на улицах города людей с ограниченными возможностями, в том числе отсутствие пандусов, очередь на жилье, обеспечение углем, школьные формы и другие. Ватажан Байжуманов ответил всем обратившимся, пообещав рассмотреть и найти решение каждой проблемы. Семь вопросов были решены на месте. Стоит отметить, что такие приемы граждан в центре Женыя проводятся еженедельно. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТС. А мы продолжаем. Вы смотрите итоговую программу АПТА. Строительный бум. Сразу 106 проектов реализуются в Кирбулакском районе. В их числе спортивные площадки, стадионы, школы и другие социально важные объекты. Большинство из них по программам «Дорожная карта занятости» и «Аул Ельбе-Сеге». Самые крупные из них посетила наша съемочная группа в ходе пресс-тура с представителями СМИ и Управления внутренней политики Алматинской области. Строительство школы в селе Сар-Бастау – долгожданное событие для местных жителей. Построенная еще 40 лет назад, школа требовала капремонта. До недавних пор детям приходилось обучаться в старых и сырых помещениях. Сельчане долгие годы просили руководство района отремонтировать образовательное утверждение. Их просьбы были услышаны. 467 миллионов тенге на эти цели выделили по дорожной карте занятости. Новая школа рассчитана на 640 мест. Здесь получают знания 150 учеников. Школьники с 1 по 4 класс обучаются в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Материально-техническая база полностью обновлена. В школу протянули интернет. Школа была очень старая, учиться в ней было практически невозможно. Однако теперь этой проблемы больше нет. Мы с дрожью будем вспоминать те дни. Надеемся, что теперь качество образования вырастет еще больше, так как теперь ни о чем кроме учебы дети думать не будут. Еще одним радостным событием для жителей села стало открытие спортивной площадки. Она раскинулась на шестисах квадратных метрах. На строительство объекта в рамках программы выделено 7,5 миллионов тенге. Здесь местная молодежь может заниматься футболом и волейболом. В торжественном открытии приняли участие руководство района и жители. Мы очень рады открытию спортивной площадки. Раньше играли буквально в пыли и грязи. Но, несмотря на это, всегда получали призовые места по футболу. Событие для нас очень долгожданное. Теперь будем готовиться к различным первенствам на новом газоне. Спасибо большое нашему Акиму Махабату Бигельдиеву за такой подарок. Тем временем в райцентре идёт строительство нового парка по программе «Аул Ельбесыгэ». Судя по экскизам, проект обещает стать грандиозным. Клумбы, различные инсталляции, фонтан, скамейки. Новый парк будет сдан в эксплуатацию уже в следующем году. Метные жители с нетерпением ждут открытия, в том числе и обновления районного дома культуры. Его капитальный ремонт также пройдёт в рамках программы «Аул Ельбесыгэ». Старая крыша протекала, что часто являлась причиной неоднократного замыкания электропроводки. По словам Акима района Махабата Бигельдиева, будет полностью изменён внешний облик строения. Новые стулья, декорации, освещение и акустика придадут дому культуры шарм, уверен он. Огромная работа проводится у нас в районе. И в сельском хозяйстве, в социально-экономическом плане у нас хорошие показатели. Активно реализуем проекты по дорожной карте занятости. 56 проектов планируем реализовать на общую сумму 3 миллиарда 500 миллионов тенге. У нас будет создано порядка 350 рабочих мест. Уже в этом году состоится открытие крупнейшего в стране цементного завода. Этот объединённый проект Казахстана и Сингапура будет реализован на территории Алматинской области в Керблакском районе. На его реализацию потрачено порядка 50 миллиардов тенге. Техника соответствует мировым стандартам. Благодаря внедрению передовых технологий вся система управления автоматизирована. Человеческий фактор отсутствует. Благодаря открытию производства здесь будет трудоустроено около 400 местных жителей. На данный момент сейчас производятся опытные образцы цемента в сутки от 500 до 600 тонн. Человеческие новшества практически мы не засоряем. Ни территорию не будет засоряться. И эти выхлопы с печи минимальные выбросы. Даже если у нас сейчас пока ещё газ не пришёл в район, в смысле пришёл только реализовывается, от жилого сектора больше идёт вреда и дыма, чем от этого завода. Тут совсем минимальное количество. По словам ответственных лиц, новый завод способен покрыть потребность цементе Алматы и Алматинской области на 30-35%. Объект уже полностью готов и ждёт сдачи в эксплуатацию. В целом в Керблакском районе проводится огромная работа, отметили члены пресс-тура. Теперь участники намерены посетить Балхарский район. Ну а в Балхашском районе запланирована реализация сразу 30 крупных проектов. Часть объектов уже сданы в эксплуатацию, но самые грандиозные будут готовы принять местных жителей только к концу года. Балхашцы готовы ещё немного подождать, ведь два объекта являются крупнейшими в истории района. Подробнее расскажет Рустам Ралбаев. Раньше здесь был пустырь, но уже в декабре этого года он превратится в одно из самых оживлённых мест. Новый парк раскинется почти на трёх гектарах и станет крупнейшим в истории Балхашского района. Особое внимание уделяется благоустройству озеленению сквера. Его украсят 220 хвойных и плодовых деревьев и около 2000 цветущих кустарников. Сейчас на объекте трудятся свыше 20 человек. Освещение парка будут обеспечивать 88 фонарей. На детских и спортивных площадках будет установлено резиновое покрытие, а на протяжённости всего парка будет оборудовано тактильное покрытие из блоков Брайля для людей с проблемным зрением. Всё используемые нами материалы высокого качества и имеют сертификацию. К числу 30 проектов относится строительство 20 аренных домов в рамках дорожной карты занятости. Их возводят по программе жилищного строительства Норлужер в селе Баканас. В первую очередь проект реализован в целях обеспечения жильём социально уязвимого населения. Дома со всеми коммуникациями планируют создать в эксплуатацию уже в ноябре текущего года. Также на радость жителей сёл Баканас и Ахдала здесь появился центральный газопровод. Его общая протяжённость составит почти 90 километров. В селе Баканас мы планируем подключить газу все 6500 жителей. По селу Ахдала тоже сделаем всё, что в наших силах, чтобы как можно больше жителей подключить. В следующем году мы намерены провести газопровод также и в сёла Бахбахте, Берлег, Мияле и Баяуле. Одним из ярчайших проектов в рамках дорожной карты занятости является строительство крупнейшего физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Баканас. Внутри комплекса оборудуют площадки для наиболее популярных видов спорта, а также площадки для зрителей на 50 мест и даже парковка на прилегающей территории. В строительстве задействованы 62 рабочих из числа местного населения и 12 единиц техники. Сейчас это двухэтажное здание находится в завершающей стадии строительства. Уже в декабре этого года местные жители смогут заниматься спортом в крупнейшем физкультурно-оздоровительном комплексе района. Спортивные и тренировочные залы, а также залы для занятия боксом, борьбой и мини-футболом откроют свои двери для всех желающих. А на прилегающей территории будут оборудованы площадки для баскетбола, футбола, волейбола и беговых тренировок. А хорошее освещение позволит продолжать занятия и в темное время суток. Еще одно масштабное событие – капитальный ремонт дома культуры. Каждое его помещение проходит реконструкцию. Сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре этого года. Нам было выделено 2 миллиарда 491 миллион тенге. На 30 реализуемых проектах созданы 293 рабочих места. 50% из них были трудоустроены по программе занятости. Помимо строительных работ в Балхарском районе полным ходом идет жатва риса. Выращиваемые здесь сорта баканаз, регуль, анаит, ахмаржан и элит пользуются большим спросом на внутреннем рынке. А некоторые даже уходят за рубеж. Уборка риса – это одно из основных направлений сельскохозяйственной промышленности Балхарского района. В этом году, несмотря на пандемию и засуху, с почти 9 тысяч гектаров земли фермеры намерены собрать свыше 32 тысяч тонн урожая, а задействуется на это 26 единиц техники. С посевных полей питательный злак доставляется прямиком на завод. После тщательной сортировки его отправляют в цеха для очистки от оболочки и получения белоснежного цвета. Сейчас рисовая шелуха отправляется в другие регионы для переработки на корма, но в дальнейшем для этих нужд в Балхарском районе планируется построить собственное место. Рустам Аралбаев, Аблах Тхпай, телеканал ЖИЦУ. А сегодня в Казахстане разрабатывают программу развития рыбной отрасли. В своем послании президент страны Касымжимар Токаев уделил этой отрасли особое внимание. Разведение и продажу рыбу увеличат так, чтобы потребление составило не меньше 16 килограмм на душу населения в год. Сейчас эта цифра составляет 4 килограмма. Связано это с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения, которая призывает людей больше употреблять богатую белками и витаминами рыбу. В Алматинской области действует уникальный рыбопромышленный комплекс. В этом убедились мои коллеги, побывав на этой неделе Каза Органик Продукт. Базируется он близ города Капшагай. Уникальность данного предприятия в том, что это первое замкнутое производство, не наносящее ущерба экологии и работающее на собственном рыбопосадочном материале и кормах. Мощность завода позволяет ежегодно производить до 10 тысяч тонн живой и замороженной рыбы. Всё зависит от спроса, отмечают технологи предприятия. Главной особенностью является то, что за 6 месяцев рыба от периода икры доходит до товарного веса в 1 килограмм. Это позволяет за год получать продукцию дважды. В данный момент мы находимся в инкубационном мальковом цехе нашей фермы. Позади меня находится оборудование, с помощью которого мы начинаем весь наш технологический цикл получения рыбной продукции. В данный период 90%, более 90% на выращивании африканский сом или клариас. Признанный мировой продукт деликатесный. В нём отсутствуют маленькие кости, которые мы так не любим, в тканях, которые находятся. Содержание жира достаточно низкое, порядка 5%. Вместе с тем, содержание белка порядка 21%. Рыба не имеет именно кларии. У него отсутствует ярко выраженный запах рыбы. Помимо клариуса, здесь выращивают теляпий и африканского красноклешнего варака. Всё в системах замкнутого водоснабжения. На заводе ежедневно производится экспертиза воды, имеется своя лаборатория. Такие меры необходимы для получения экологически чистой продукции. Помимо внутреннего рынка, товар экспортируется и в соседнюю Россию. Там её высоко оценили за отсутствие химических примесей. На сегодняшний день имеется 15 видов рыбной продукции. То есть мы даём стопроцентную гарантию, что люди не получат никаких вредных веществ с нашим продуктом, а только полезные. И полезные вещества в полном объёме. То есть если хотя бы раз в неделю употреблять рыбу, как четверг, рыбный день, возобновлять, то уже вы получаете очень много сбалансированных, качественных питательных веществ. Нашего мраморного клариуса называют говядиной будущего во всём мире. То есть считается, что клариус, как аквакультура выращиваемая, он будет постепенно заменять мясо, которое дорожает, и снабжать человечество теми же необходимыми белками, витаминами и минеральными веществами. В 2019 году общий объём рынка рыбы и рыбной продукции в стране составил 66 тысяч тонн рыбы. Однако водные ресурсы Казахстана позволяют выращивать до 600 тысяч тонн рыбы. В связи с этим в целях поддержания рыбных хозяйств инициирован ряд изменений в законодательство. Кроме того, рассматриваются пути предоставления субсидий. Аделя Кжаркенова, Ербол, Атантелов, телеканал ЖИТСУ. За окном бабье лето. Погода балует поистине жаркими деньками. Радует небывалыми красками и красавица осень. Самое время оценить красоты края ЖИТСУ. Тем более, что коронавирус планы многих на летний отдых буквально поломал. Впрочем, сегодня туристическая отрасль Алматинской области предоставляет широкий спектр не только приятного, но и полезного отдыха. Ставку делают сегодня на экотуризм и лечебные профилактории, которыми так славится земля ЖИТСУ. В числе приоритетных гостей санаториев – люди старшего поколения. Около 5,5 тысяч человек Алматинской области ежегодно могут бесплатно отдохнуть в санаториях. Отдельным категориям граждан в установленном порядке предоставляются специальные путевки на санаторно-курортное лечение. Кто именно имеет право поправить свое здоровье за счет государства, узнала наша съемочная группа. У маленькой 7-летней Умиды врожденное заболевание, из-за которого девочка буквально прикована к инвалидному креслу. Но уже сегодня появилась надежда на полное выздоровление. Вот уже несколько лет семья получает бесплатную путевку в санаторий на лечение. Благодаря проводимым процедурам есть шанс, что в скором будущем девочка сможет жить полноценной жизнью. Спасибо нашему райсу Безжаркинскому и государству, что уделяется вот так детям нашим, помогает. Здесь все хорошо, очень уютно. И вот это ванночки, все вот эти процедуры очень хорошо помогают. Я довела, что в дальнейшем дочка будет ходить. Спасибо. И таких случаев немало. Ежегодно, согласно приказам министра здравоохранения и постановления Акимата Алматинской области, бесплатно санаторно-курортное лечение получают инвалиды, дети с ограниченными возможностями, участники Великой Отечественной войны и лица, приравнанные к ним по льготам и гарантиям. Сюда я приехала по бесплатной путевке от Гарсейбеста, как являюсь инвалидом. Вот, у меня наоборот, как протезы. Получаемые лечения идут вроде бы в пользу. Я очень довольна, даже нет слов мне передать. Спасибо государству, что такую заботу проявляет за нас. Ежегодно государством проводятся тендеры для оздоровления нуждающихся. В этом году мы обязались оздоровить 1550 человек. Стараемся, чтобы людям нравилось. В течение последних двух лет приобрели новое, современное, в том числе лазерное оборудование. Приобрели для инвалидов подъемник, который позволяет подниматься по лестнице электрически, самодвижущийся, прямо с коляской, и проходить процедуру не в номерах, как раньше было, а там, где проходят все. В Алматинской области услуги санаторно-курортного лечения предоставляют шесть учреждений. Для того, чтобы получить бесплатную путевку, необходимо обратиться в отдел занятости по месту жительства. Стоит отметить, что уже со следующего года подать заявление можно будет только в электронном формате. С 2021 года будет портал социальных услуг уже работать, и заявитель дома, сидя, может уже подать заявление на санаторно-курортное лечение. Они должны сперва изначально получить электронно-цифровые подписи. Согласно этому порталу, к этому человеку будет открытая индивидуальная программа реабилитации, что ему назначено, какие средства реабилитации. И он может, сидя дома, уже получать эти все услуги, не ходя в отдел занятости, не стоя в очереди, не писая каких-то либо заявлений. В прошлом году в Алматинской области для льготников было приобретено 5340 путевок. В этом году, несмотря на пандемию, выделенные средства были увеличены. А это значит, что до конца года бесплатное санаторно-курортное лечение получат 5602 человека. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. За вклад в межконфессиональное согласие. На этой неделе честовали представителей духовенства. Форум религиоведов в рамках Дня духовного согласия проходит уже третий год подряд. Сегодня в Казахстане проживают представители 18 конфессий. Так, над укреплением межконфессионального и межэтнического мира и согласия в области ведется активная работа. В целях повышения знаний граждан в сфере религии действуют информационно-пропагандистские группы, а для нуждающихся в консультации и решении проблем – телефон доверия. Также Управление по делам религии области ведет тесное сотрудничество как с теологами и религиоведами страны, так и с учебными заведениями региона. От имени главы края заместителя Акима области Рустам Али отметил священнослужителей благодарственными письмами и памятными подарками. Наверное, это единственный праздник вообще в мире, День духовного согласия. Придуман этот праздник, как мы с вами знаем, уважаемым Ельбасы, нашим первым президентом, лидером нации, Рустамом Абишичем Назарбаевым. Этот праздник подталкивает нас на согласие, на братское взаимоотношение, на братскую любовь даже, можно так сказать. Герои нашего времени, 15 работников средств массовой информации Алматинской области наградили медалью Халы Калгаса. Их самоотверженный труд во время всеобщей пандемии был оценен по достоинству. В самое неспокойное время нынешнего года сотрудники региональных газет и телеканалов оставались на передовой. Наравне с врачами и полицейскими, журналисты и операторы, невзирая на реальную опасность подхватить смертоносную болезнь, ни на миг не прекращали работу. Они всегда находились в самых горячих точках, на блокпостах и в медучреждениях. Отправлялись в рейды по соблюдению режима карантина, контактируя с сотнями людей. Ведь перед нами всегда стоит задача оперативно реагировать на происходящее и информировать население о принимаемых мерах. Напомним, ранее 275 граждан из Алматинской области в разных сферах, проявившие себя в борьбе с коронавирусом, получили нагрудный знак Халы Калгаса. Мы старались, чтобы люди видели, как страна борется с пандемией, как наша область справляется с этой задачей. И мы давали людям надежду, что однажды мы все-таки эту пандемию победим. И надеемся, однажды это станет историей. И как журналист я в это верю. Ровно 4 года назад в основании будущего театра имени Бекен Римовой была заложена капсула времени. В тот же день началось строительство этого уникального объекта. За эти годы со сцены храма искусства было презентовано немало интересных и красочных постановок. В нынешнюю пору пандемия внесла свои коррективы и в мир искусства. Как артисты главного областного театра поддерживают связь со зрителями. Узнаем из материалов нашего корреспондента. Здание, соответствующее всем стандартам урбанизованного города, уже два года украшает юго-западную часть Талдыкургана, став его визитной карточкой. Экстерьер классического стиля уникален, а местные жители называют его греческим амфитеатром. Ведь обег культуры может разом вместить в себя 510 человек. Первые овации посетителей театра вызвала пьеса Мухтара Уэзова «Айман Шулпан». С тех пор более 120 спектаклей было показано жителям области. Наряду с этим имели место и детские представления. В этом году ожидаются постановки и к 75-летию Великой Победы. «Я удивилась, насколько быстро возвели наш новый театр. Хочу поблагодарить жителей и руководство области за вклад в будущее. Это большой подарок молодому поколению артистов. Они – главные последователи искусства». Творческий коллектив театра из года в год пополняет свои ряды. С момента открытия более 40 талантливых актёров выступили на подмозгах главного театра областного центра. «Многие хотят сюда. С Алматы. Обычно вот кто Академию в Алматы заканчивал, как узнали, что у нас новый театр. Люди уже начали тянуться. У нас определённые штаты есть, допустим, в том году. Если семь актёров в этом году, пять актёров принимали». Драматический театр работает и во время всеобщей пандемии. В настоящее время в зал допускается не больше 80 зрителей с дистанции в два кресла. И хоть Аллык-Руганский храм искусства работает в нынешнюю пору с условием всех карантинных мер, он не перестаёт удивлять истинных почитателей лицедейства разнообразными постановками. Руслан Нурмуханбетов, Абзал Нусыпов, телеканал ЖИЦУ. Остаётся надеяться, что в скором времени всё же всё устаканится, и мы вернёмся к привычному образу жизни. А на этом у меня всё. Встретимся ровно через неделю. В это же время на телеканале ЖИЦУ. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова